А где распаковались вот эти твои данные? Я прям понял, что мне сюда, мне это вот про это. Вот сказали фразу, которая для меня точку в этом вопросе поставила. Ты об меня можешь поиграть в свой пинг-понг, чувствуя, что есть действительно настоящая отдача. У тебя внутри уверенность, что ты можешь это делать, а тебя другим пахнет на переговорах. Тут два вопроса в одном, оба очень интересные. У меня есть там мафия международная. Вот, знаешь, есть такие дела, которые делают тебя. Ты начни интересоваться, начни что-нибудь новенькое, прикольное копать. Сделай сайт-проект. Раньше можно было найти свою модель. 15 лет она работает, сейчас 3. Многие собственники компании, они попадают в другую совершенно игру. Они играли в шахматы, а нужно в хоккей. Дам тебе три практики. Я знаю, что ты хочешь инструментов. Сложнее всего смелым людям, потому что я же смелый, я ничего не боюсь. И поэтому страхи все как бы так, они так на грани зоны видимости находятся. Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Филипп Кузынюк, партнер Института коучинга в Санкт-Петербурге, автор проекта «Счастье в деятельности», коуч и консультант с 10-летним стажем. Среди его клиентов – Сбербанк, ВТБ, Вимбельдан, Консперский, Сплат и много других компаний. Филипп – основатель сообщества предпринимателей No Guru Forum в Сингапуре. И в этом подкасте мы узнаем, как строить личный бренд в нише коучинга. Поехали! Филипп, привет! 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 Очень рада себя видеть на этом интервью, потому что уже несколько лет слежу за твоей деятельностью и даже давно, много лет назад, уже соприкасалась с твоими программами. Поэтому мне вдвойне интересно с собой встретиться, и я предлагаю построить беседу таким образом – с двух сторон посмотреть на процесс. Ты как человек-бренд, потому что ты, безусловно, им являешься, и те рекомендации, которые ты можешь дать людям, которые строят свой бренд, с точки зрения, как сделать это конгруентней, бережней к себе, может быть, нативней и, может быть, получить через это лучшие результаты. Прекрасное предложение. Давай. Хорошо. Давай про твой путь. Я сочетала, что ты попал в то, чем ты занимаешься, да? Это называется коучинг? Как правильно сказать? Тут, наверное, да, пару слов нужно сказать, чем занимаюсь вообще. Да. Было понятно. Такие есть три основные виды деятельности. Один – это личный коучинг, как бы такое личное тренерство, личная психология. Работаю с собственниками компании, с первыми лицами. То есть помогаю хорошему человеку, которому плохо и тяжело и больно, когда хорошо не зовут. Как правило, это слияние, поглощение, какие-то долгосрочные стратегические планы, когда энергии нет и непонятно, что дальше. Вот такие кейсы такие. Вторая история, которую я делаю, я работаю как стратегический консультант, провожу стратегические сессии в компаниях. Когда вот нужно собраться там командой топов в большом холдинге или в какой-то маленькой компании предпринимательской и прямо вместе подумать, а куда мы идем, а что нам важно, как бы, да, посмотреть в какие-то проблематику, которая там есть, не отпускает. И вот прямо вместе договориться, в одну такую банду стаю собраться, взять задачу и с ней пойти. Вот. И таких я провожу около 50 в год, что очень много. И последние несколько лет вот такой режим. Поэтому вот вижу как бы изнутри, как работают вот эти договоренности в бизнесе, в чем ловушки, в чем какие-то, может быть, успешные стратегии. Вот в этом варюсь много. Ну, а третья история, третья тема, это когда мы с тобой по ней пересекались как раз, это история про источники энергии в работе. Это про то, как превратить свою деятельность в то, что тебя заряжает, в то, что тебя раскрывает, да, в то, что тебя наполняет, а не в то, что тебя вот уныло и медленно мучает, и как бы, да, вот где ты скучаешь, или тебе тяжело на стрессе. Вот. Про счастье в деятельности это такая вот моя важная, ключевая тема. И я также, ну вот, основатель проекта «Счастье в деятельности», я партнер и все-таки коучи на Санкт-Петербурге. Сейчас мы там делаем большие события, много открытые, вот в частности, наугуру-форум в Сингапуре, куда собираем первые лица, кулуарный форум про дальнее видение, там, 20-30 вот такие проекты, и про стратегии трансформации таких качественных изменений в передовых компаниях, которые в мировом масштабе себя мыслят. Вот мне интересна тема глубокого будущего, deep future, вот эта история. Вот это то, чем вот сейчас там живу, то, что интересно. Хорошо, ну вот смотри, а давай вот сейчас точка, можно сказать, вот точка настоящего, да? Да. Который, когда смотришь на список компаний, с которыми ты работаешь, можно их озвучить, да? Ну да. По сути там лучшие компании, известнейшие компании, да, в своих секторах рынка. Но с чего это все начинается? Потому что вот как, я знаю, что ты пришел в профессию, не сели там, ты закончил школу и мечтал, что ты станешь коучем и будешь делать такие вещи, правильно? И я даже читала, что ты случайно, что-то не по объявлению пришел учиться куда-то, да, чтобы получить профессию, да? И вот мне интересен момент, а приходу твоего в профессию и как ты там нашел то направление, которым ты понял, что это твое? Такая детективная история прикольная, я не знаю, про нее где-нибудь говорил уже или нет, сейчас тебе расскажу. Это была история такого зова, знаешь, как вот в путешествии героя, когда белый кролик появляется, тебя куда-то вот манит, зовет. У меня он в несколько этапов был. У меня мама, я был еще студентом, и я уже потом это вспомнил, мама показала мне статью, где была такая вот небольшая статейка про Джона Уитмера. Это основатель коучинга, он гонщик такой, да, сэр Джон Уитмер, такой вот как бы он, такой рыцарь английский, который вот практически профессию это во многом изобрел, вместе там с Тимоти Голой и другими. Мама говорит, представляешь, какая вот, ну там я был студентом, ты знаешь, какая профессия крутая есть, ты помогаешь другим сильным людям вообще быть в разы мощнее, эффективнее думать, решение принимать. Вот как бы это был такой первый звоночек. Потом я пошел работать в интернет-маркетинг, в компанию, вот был там маркетологом, и там себя исчерпал, у меня прям был такой тяжелый, очень был тяжелый год, мне было по всем статьям плохо, такой кризис классический, когда я там большой проект написал, его по цукно положили, не взяли в работу, мне там я расстался с девушкой своей первой, мы два года были вместе, это было мне очень больно. Я прям помню такая вот золотая осень в Петербурге, я пинаю эти золотые листья по скверам, прямо впереди просто пустота, ну знаешь, такой офисный планктон, когда как бы ты что-то делал полгода, тебе не сказали, почему это неправильно, что с этим не так, просто скажешь, ну пока не надо, даже скажешь, что это не надо до конца, такой подвешенный на этом всем, как бы, и я стал искать, я прям помню этот момент, когда я сижу с коллегой за столом, в столовой, мы из таких пластиковых, там, каких-то тарелок едим, а он такой грузный такой, знаешь, айтишник, такой, он какой-то еще заклеен фластырем каким-то, вот, и он такой, ноет бу-бу-бу там, вот, я бы хотел работать в Яндексе, где-то еще, как бы, такая, я на него смотрю, у него такие глаза, такие потухшие, знаешь, и он как бы, как пластинка, вот, и вот тут нет в теле, он прямо вот не со мной, он в своей вот этой вот говорилке, я смотрю на него, у меня ужас прошиб от того, что я смотрю на него, а я вижу, что это я говорю, сидя в этом же кафе, понимаешь, через 10 лет я рассказывал себе эту историю, что я вот не смог, я там собирался там как-то заняться спортом, но как-то вот все никак немножко сбросил. У меня оточтение, что я не знаю, что я буду делать, но вот точно я вот так не хочу. И я действительно не знал, что делать, но я встал в 5 утра и поехал на работу что-то почитать по своей теме. Вот я следующие 3 месяца вот стал вставать на 3 часа раньше, чем обычно и просто приезжал по темноте, по пустому городу, вот когда там маршрутка такая, знаешь, какой-то самый новогодний такой, этот самый на Санта-Клауса такая вот, она как бы ездит пустая. И вот я на работу есть, я все почитал по теме маркетинга, я понял, что мне очень интересно пойти в маркетинг-консалтинге, быть директором по маркетингу, а не просто сотрудником. И в тот момент попалась как бы такая компания, институт коучинга Санкт-Петербурга, Александр Савкин, Марина Данилова, я пошел на мастер-класс вводный и там я просто обалдел, потому что знаешь, когда ты вот видишь людей, которые на определенном уровне находятся жизненные силы, такие все полупотухшие какие-то, полупридушенные. А там была Ирина Топорева, вот первый такой мой вот контакт с институтом, и ты смотришь на человека, он рассказывает чего-то, и ты понимаешь, за ним океан. В комнате океан, жизнь живой, мощный. Вот я прямо понял, что мне сюда, мне это вот про это. Я пошел там курс личностного роста, трех месяцев тогда были, вот, мне сказали, что, о, у тебя прикольно получается, заходи к нам, поучись в длинную программу, а у нас программа институтская, это двухгодичная, сейчас она трехгодичное обучение коучингу, она самая длинная в стране и самая жесткая. Это прям вот, ну, такой этот спецназ как бы. А я, кстати, вот слышала уже по поводу жесткости именно этой длинной программы, а в чем жесткость? Вот что может быть жесткого в профессии, вот, в обучении коучингу? Смотри, во-первых, это про просто большое количество летных часов, то есть длинный курс там в других, там в школах, это может быть там четыре модуля по два дня, это вот базовая программа. У нас три года, каждый месяц двухдневный тренинг, у тебя постоянно личная терапия идет, постоянно личный коучинг, супервизии, постоянно, и еще как бы ты работаешь там с проектами и лично коучишь людей. То есть, оно просто по количеству часов, оно как бы такое полноценное, высшее образование только на практике постоянной. И туда уже приходят люди, у которых из разных профессий, то есть, прийти может кто угодно, по сути, да? Да. Скажи, а это вообще, ну вот, я не знакома просто с культурой обучения коучингу, с коучингом там близко, но вот как ты думаешь, это вообще, почему эта профессия так как бы доступна с одной стороны, получается, что прийти может кто угодно, могу я прийти в коучинг, правильно? Я бы с этим очень поспорил, почему, потому что там сейчас, ну, коучинг широкое поле, все что угодно называется так, больше экспертное консультирование так называется, но по сути, вот у нас в программе в длинной, из 30 поступающих человек диплом получают двое-трое. А-а-а, то есть, нам нужно получить еще диплом, а для этого нужно… При этом в профессии выходит человек 10-15, вот так вот, вот, а тех, кто действительно вот, ну, прям консультирует и, ну, работает вот на открытом рынке, их там еще меньше. Вот такой спрашивали, по-моему, я сейчас могу перепутать, у Юнга или у Морена, у кого-то из этих, как вот обучать терапевтов, психологов, он говорит, а их бесполезно обучать, их нужно отбирать, ну, потому что должны быть какие-то к этому, к этому должны быть данные какие-то. А где распаковались вот эти твои данные, как ты почувствовал, что ты, вот, есть, что это, талант, дар, страсть, как это вообще назвать, ты понимаешь, что это твое, вот именно как профессия, как вот то, что ты готов вот туда дальше идти? Ну, смотри как, я прямо понимаю, что у меня там по 25-30 часов личного коучинга в месяц, и мне говорят, слушай, как ты вообще это выдерживаешь, ты как бы сидишь и слушаешь чушие проблемы, ну, как тебе об этом? А я понимаю, что у меня каждая сессия, каждый контакт, это как открытие какое-то, я выхожу, у меня там и человек заряженный, у меня больше энергии, я прямо понимаю, что это вот каждый раз как, не знаю что, как вот, ну, как спуск на каяке по самой крутой горной реке, как вот, ну, на кайте сделать там тройное сальто, как покататься по пухляку в горах, это каждый раз уникальный человек в уникальной ситуации, на грани возможностей, на пределе, который встречается с собой, но это присутствие при встрече, там, присутствие с человеком в момент, когда он для себя какие-то принимает, ну, глубокие решения, когда он в чем-то уязвим, в чем-то вот его сила проявляется, то есть как бы это как роды каждый раз, понимаешь? А люди реально вот с первой сессии так открываются? Это вот как ты создаешь такую атмосферу, чтобы человек открылся, есть какой-то этап входа вот в этот момент, вот в эти отношения? Я бы не сказал, что это, там, ну, я создаю, там, всегда как бы, ну, мы вместе это создаем, делаем, а я с очень сложными людьми работаю, часто бизнесовые ребята, там, полтора метра бетона, как бы, да, ну, защиты мощные, вот, мне кажется, получается довольно быстро с человеком прийти к тому, что мы с тобой одной крови, я, как бы, если тебе что-то интересное, ты это можешь в отношениях со мной обсудить, да, и вот не про какие-то инструменты или техники, по которым сейчас я тебя буду коучить, да, просто мы с тобой вот, ну, разговариваем про важное для тебя, я тебя правда очень глубоко слышу, и правда с полуслова понимаю, и правда могу встретить тебя на том уровне комплексности мышления, на котором ты находишься, вот эта вот история. Вот ты об меня можешь поиграть в свой пинг-понг, чувствуя, что есть действительно настоящая отдача, и вот такое, и когда ты говорила про то, как ты, вот мы сейчас коротко обсуждали, пришла в профессию сюда, да, ты сказала слово «интерес», вот я прямо на выходе из вуза говорил, что моя стратегия – интерес, то есть я хочу искать не то, где много денег, не там, где пафосно и статусно, не там, где есть знакомые, а там, где я чувствую, что я живу в процессе, и, наверное, когда ты с такой энергией это делаешь, то оно просто живое, ну и как бы оно проявляется, прорастает, получается. Ну вот смотри, я тебе сейчас предпринимательское немножко скепсиса добавлю предпринимательского, ты же при этом говорил, что ты не предприниматель, да? Вот я слышала тоже в каком-то интервью, читала о том, что у тебя не предпринимательский подход, и вот эти вещи для тебя, они легко не даются. А вот ты говоришь, идти за интересом, но когда мы видим клиенты, можешь перечислить название компаний? Ну слушай, весь, наверное, крупняк, там, Газпром, Нефть, МТС, Мегафон, вот такие ребята, там, Банфер Бирванов, Сплат, Фабрика Окон, ну вот, там, Буше. То есть, смотрите, друзья, что сейчас мне интересно? Мне вот интересно у Филиппа, как это устроено. Он пошел за своим интересом, но в итоге мы видим колоссальную востребованность, вообще огромное количество часов стратегических сессий, личного консалтинга, топовой компании, да? Как получилось просто из, а ведь есть масса людей в коучинге, к сожалению, которые, наверное, делают хорошо, но при этом у них нет клиентов, у них нет такого востребованности, и у них нет такого количества, да? Я хочу понять вот такой, скажем, путь, как найти своего клиента, как найти на рынке свое место. Ты когда-то задумывался об этом в своем пути? Как это получилось? Очень много, и пришел к такому неутешительному выводу. Сейчас тебе расскажу внимательно. Прям вот была одна конференция западная, мы прямо туда с коллегами ездили, и там очень продвинутые прям такие вот магистры йода от коучинга, да? Вот сказали фразу, которая для меня точку в этом вопросе поставила. Я просто еще параллельно много работаю как ментор для начинающих коучей из команды институтской, но вот вместе делаем. Поэтому я вижу, у кого получается, что получается. Что в коучинге, к сожалению, реклама, по их мнению, по моему мнению, не работает. Работают рекомендации. То есть 80% это рекомендации. Поэтому если ты делаешь свое дело хорошо, происходит несколько вещей. Во-первых, ты прямо реально видишь, что у тебя люди, ну-ка, они выходят с результатами. И у тебя внутри уверенность, что ты можешь это делать. А тебя другим пахнет на переговорах. Во-вторых, люди рекомендуют, у тебя прямо появляются серийные клиенты в долгую, и ты можешь с ними работать. Поэтому я считаю, что я много чего делаю с точки зрения продвижения, то есть команда есть, которая этим занимается. Но то, что живое, на чем все построено, я очень люблю. У меня вот в детстве такое было на выставку, мама, мы в 20 пионеров шли, и она меня слышит какой-то тоненький голосок сзади потеряла в коридорах. А люди собрались, я на табуреточку залез и стишок рассказывал. Вот смешно, ну вот такая штука, я люблю очень, понимаешь, работать с большим залом, там пару тысяч человек у меня таких есть, ощущая их как одно целое, как будто вот лично общаешься, и вместе прям вот всех потискать за щеки, чтобы они были розовые, да, чтобы как детям набеситься, ну как будто наиграться, пропитаться, найти что-то вместе. Поэтому так получилось, что это сочетание, что я могу работать лично, и при этом много выступаю, много делаю больших проектов, которые для меня не про лицом посвятить, да, а сделать пользу реальную. Потому что я даже маленькие выступления, там 40-минутные, делаю интерактивными, это всегда про глубокую работу. Вот, поэтому я думаю, что так получилось, что поскольку есть и такой формат тоже большой, расширенный, то это работает на привлечение, но не через маркетинг, а через отдавать. Поэтому главная стратегия в коучинге, которую я считаю для привлечения важна, это просто максимально качественно выдавать, отдавать. То есть, грубо говоря, все базируется на твоей страсти, на же готовности отдать то, что у тебя есть, любым способом, которым ты можешь отдать. И как только я начинаю что-то там пытаться спланировать или срежиссировать, то это у меня может быть так, я вот тебе рассказываю, как у меня есть. Это сразу же какой-то вот геморройный долгий процесс, где там что-то такое, какие-то бесконечные встречи с тем, чтобы обсудить, какое-то позиционирование, все это в итоге как-то заваливается на бок. Все равно стихийно выстраивается что-то такое, вот как бы то, что получается. И, конечно, у меня команда замечательная, очень там прям классная. И сейчас коллеги, есть партнеры, которые прямо приходят, говорят, мы тебе поможем там сейчас. У тебя, Филипп, нам, честно говоря, стыдно, какие у тебя еще презентации, там сайты. Можно мы тебе уже что-нибудь сделаем поприличнее? Ну, как бы, давайте, прикольно. Хорошо, а давай тогда с точки зрения монетизации поговорим. Все-таки вот ты обучаешься, ты выходишь в мир, ты делаешь какие-то вот свои первые шаги, у тебя появляются первые клиенты, потом рекомендации и так далее. Но у тебя сегодня клиенты в личном консалтинге, как ты сказал, это, как это назвать, владельцы бизнесов, это даже не толпа получается. Первые лица. Первые лица, да. Это же тоже такая аудитория, в которую ты не зайдешь. Ну да, ты зайдешь, тебя кто-то должен привести. То есть так получилось, что к тебе случайно попал, как кто-то человек из этой аудитории, он сказал, вау. И вот если это было так, например, то есть, во-первых, как это было, а во-вторых, когда у тебя появился первый клиент из этой аудитории, не было ли у тебя внутреннего, значит, бывает там синдром самозванца или еще что-то, вот не было каких-то внутренних сомнений в самом тебе, что, или даже так, что помогло тебе перейти, вот, работать с этой аудиторией, отдавать ей максимально и понимать, что есть с кем играть в пинг-понг, потому что ты можешь быть моложе, у тебя нет такого опыта бизнеса, вот эти вот вопросы. Вот смотри, тут два вопроса в одном, оба очень интересные, про то, как в это все вообще удалось прийти. Я почему-то, вот, ну, то есть, я, как бы, отучился коучинга два года, и потом меня взяли в команду, потому что, ну, получалось, походу, как сказали, давай, как бы, заходи к нам, поработаем. И первые сессии сделал под наставничество Марина Даниловой и Асанда Савкина, вот, и какие-то первые контакты посходили там, потому что я был куратором в институте, там обучаются собственники компании, я просто, ну, их ввел в программе. То есть, я первые летные часы, вот, нарабатывал в Альма-Матер, да. При этом я прям помню момент, когда я для себя, вот, вот, важность, как бы, символов, да. Вот, как говорит Артем Степанов, там, его любимая цитата, что слова имеют силу, а имена имеют власть. Когда ты называешь нечто, создаешь символ, оно начинает работать. Я прям помню, как я сформулировал вот эту тему, что я хочу работать с первыми лицами компаний, ведущих, там, в России и за рубежом по самым высокозначимым для них вопросам. Оно прям было четко сформулировано. У меня появилось то, что, знаешь, понятное позиционирование для себя прежде всего. Про что я? Я вот про это. Да, и оно постепенно-постепенно стало в жизни воплощаться. И про синдром самозванца, то есть мне, ну, сейчас мне, вот, там, 37 лет. То есть, когда я начинал, там, было 27. Я уже работал тогда, как бы, ну, вот, с людьми, которые на этом уровне. Это прям серийно так было, что, слушайте, а как это сейчас придет, вот, у нас тут, как бы, завод, предприятие промышленное. 50 лет, как бы, человеку, или, там, 60. И он какой-нибудь экспад еще, и сейчас вот к нему придет такой коуч. Да, и как? И это всегда про одно и то же. Когда ты действительно с человеком работаешь, ну, ВКонтакте, он понимает, что 15 минут разговора с тобой, и у него появляются новые мысли реально, то он понимает, что все остальное это шашечки, как бы, да, ему нужно ехать. Вот эта история. Я думаю, что все тот же интерес, про который мы говорим, вот, включенность, умение слышать, помощь, как бы, человеку в том, чтобы он действительно что-то важно себя нашел. Вот эти вот штуки, и, ну, страсть к этому делу, наверное, такая история. Вот. Ну, плюс, как бы, очень много обучения, все такие, ну, качественное, качественное обучение очень важно. Я очень много, там, ну, и после, если ты коучинга учусь в разных местах, за рубежом, было очень много, как стратегия развития, это совместная работа, сильные профи, у меня английский хороший, я, поэтому, ну, много западных коллег приглашал в Россию, мы приглашали уже команду институтской, и я переводил много, был со-тренером, поэтому удалось, как бы, так, побыть голосом того опытного человека, кто ведет процессы. Вот для меня это лучший способ обучения, я лучше всего учусь, как бы, делая вместе. Я из этой мотивации сейчас делаю нау-гуру, потому что у меня есть там мафия международная, ну, как бы, такой wisdom council, да, совет старейшин, где там в Австралии, там, в Новой Зеландии, в США, в Англии, люди, которым там по 70 лет, которые в этом очень разбираются, хочется просто с ними вместе, в следующие 10 лет что-то делать такое глобальное крутое, вот так это все сходится. И вот вы соберетесь в Сингапуре, как это, как могучее такое объединение такое, да, и будете там мозгоштурмить по поводу глубокого будущего? Это отдельная вообще история, этот проект, вот, знаешь, есть такие, такие дела, которые делают тебя, как бы, начиная с того, что конференция, потом сейчас стали понимать, что это вообще не про Сингапур. Сингапур – это, как бы, ежегодная точка встречи, которую мы видим на 10 лет вперед. Мы сейчас параллельно пишем вот с партнером Сергеем Суховым книгу про это, уже более 100 интервью взято, про книгу про Future Responsive Leadership, про лидеров, которые работают не в операционном контуре, вот, первый горизонт, да, операции, то есть то, что поддерживает штаны сегодня. Есть второй горизонт, это эксперименты, 2-3 года какие-то вот поиски, а третий горизонт – это когда я смотрю в дальнее видение, там, 5-7-10 лет. Вот лидеры, которые думают так и думают глобально, как они вообще выстраивают эту работу, на что они опираются, потому что, ну, как бы, это же можно, фантазером можно быть просто, которая оторвана от реальности совершенно, да, как те, которые действительно это вот на прессе применяют. И мы поняли, что нам просто, ну, очень интересно людей знакомить. Мы прямо сейчас, мы делаем как, мы даже, если там человек на форум не едет, но он к этой категории относится, он к ним не может. Вот, мы сейчас таких соединяем, я там фамилии не буду называть, но у нас как бы происходит встреча людей, которого одного там 10 минут не найти, он в самолетах только разговаривал, а второго, они встречаются 5 часов в месте вот общения, и потом в следующей встрече у них вот вырастает что-то. Поэтому мы сейчас скорее видим, что это такой именно формат, где эти лидеры, вот не ты со сцены со мной разговариваешь, там вот, например, с нами едет Анастасия Татулова, да, там, да, Эдерсон, с нами там как бы едет Эдуард Тиктинский из RBI, вот, ну, то есть люди, которые спикеры на конференциях, ну, я хочу, чтобы вот мы с тобой сидели вот так, и на салфетке ты мне рассказывала, не какой ты умный, и как ты все построил, а что у тебя не получается, что тебя бесит, как бы, что ты где-то не понимаешь, мы с вами вместе рисовали, как мы пойдем. Вот это вот история, чтобы это была песочница, вот такого хочется. И вот, ну, похоже, что получается это сделать. Сейчас как-то уже... Слушай, как интересно идет эволюция вот и личного бренда твоего тоже, вот я сейчас смотрю со стороны, да, когда мы начали, ты говорила о том, о тех первых трех направлениях, которые ты делаешь, а проект, который сейчас рождается прямо у нас на глазах, этот, да, и уже реализуется, это, по сути же, ну, следующий шаг, следующий next level, когда люди, которые наработаны в рамках консалтинга, работы компаний, ты просто создаешь среду, в которой они могут взаимодействовать, из-за этого возникают еще больше пользы. То есть это получается один... Ну, синергия, короче. Да. А и это, с этим эволюционирует твой личный бренд, кстати. Я просто уже вижу это. Он будет, то есть с ростом вот ноу-гуру форума, с ростом количества коллабораций и всего, он будет дальше эволюционировать в то, что ты один из создателей этого пространства. Вот видишь, как Сергей Сухов, который как раз партнер, он такой один из экспертов по теме личного брендинга. Мы с ним очень глубоко предразговаривали. И он говорит, что приходит, ну, к тому же, к чему, по всей видимости, и ты приходишь. Что как бы есть инструментарий, и это важно, ну, чтобы все было сделано качественно. А есть вот эта суть. Вот что для тебя живое, что тобой движет, что тебе действительно правда интересно, что сейчас является, ну, как бы, твоей актуальной задачей. Если ты вот в это смотришь, в это идешь, то она как бы все собирается, складывается. Да, ты еще сказала интересную штуку. Друзья, я хочу тут, как это, не знаю, отрефлексировать. Наверное, так это называется. Про самосбывающееся пророчество. Когда ты сказал о том, ты решил для себя, что у тебя будут такие клиенты, и в итоге все подтянулось под этот формат. Просто в личном брендинге, когда вот, например, мы работаем с людьми, мы строим личный бренд из точки мастерства в настоящее. То есть мы из будущего в настоящее помогаем. А очень многие люди делают, знаешь, какую ошибку. Они пытаются все свои прошлые какие-то вопросы подтянуть, и они обуславливаются прошлым, и это их ограничивает. Они поэтому не могут шагнуть какое-то вот в то живое, потому что мы же просто все же меняется, мир турбулентный, эволюция идет. И они не могут шагнуть в будущее, потому что их держит прошлое. Они обуславливаются каким-то представлениями о себе. А вот ты четко на своем примере сейчас показал, как ты создавал для себя реальность, и сейчас ты ее опять создаешь, опять через эту технологию. Круто. Очень отзывается. И ты как бы раньше спрашивала про то, как бы был ли синдром самозванца? Да. И вот тут мне тоже очень прямо нравится, на что я опираюсь, что то, что вы в какой-то момент думаете, что вообще непонятно, как сюда попал, что я сейчас могу вообще сказать, как бы или я там какой-то провожу какой-то проект, и думаю, какая-то была полная хрень вообще, то есть вообще как я мог такое сделать? Вот это признак пути мастера. Потому что настоящего мастера, его работа мучает, она его реально, ты прям, ты видишь, что ну какого рожна, вот можешь же было вот тут и тут еще и докрутить, и вот получилось бы вот так. Вот когда ты начинаешь внутри себя как бы понимать, что ты крутой, что ты как бы вот прям классный, и ты замечательный, и у тебя все вот непогрешимо, а вот это первый признак того, что ты как бы выходишь в бронзу и в тираж. Поэтому вот я прямо понимаю, что с одной, как бы тут такие парадоксы, то есть с одной стороны это мучительно, прям очень часто так чувствую, и понимаю, что блин, тут километры можно читать и смотреть, и изучать, тут другие как бы, мне кажется, что ну какие-то детский уровень реально вот, ну сейчас понимание всех этих вопросов, где я работаю. Вот, и при этом парадоксы, да, работа это то, что максимально заряжает и наполняет, и кажется интересным и мощным. Вот такая штука. Вот. Я вот наблюдаю мастеров, мне кажется, что баланс этого очень важен, потому что можно уйти в такую чернуху, когда работа прямо как бы, каждая твоя следующая книга там про кого-то говорит, да, она прямо медленно тебя убивает. Давай про счастье в деятельности. Знаешь, меня в свое время очень сильно расстраивала такая история, когда ты видишь, что абсолютно большинство людей, особенно раньше, сейчас уже меняется тенденция, ну вот хомячина и бега, да, вот эта вот история там, одно тоже так далее, причем это может быть на любом уровне, и на уровне там менеджерства, да, и на уровне топа, то есть это все это без разницы. Я так предполагаю, что счастье в деятельности, я могу предполагать, да, которое вот ты исповедуешь, это как раз таки про то, чтобы найти особенный смысл, чтобы все это было живое, все, что ты делаешь, было живым. Я правильно понимаю? Да. А почему тебя это, как ты понял, что тебя именно эта тема зажгла? Это у тебя болело, или ты реально увидел эту болезнь где-то и захотел ее вылечить? И у меня болело, и болит, и будет болеть, я это вижу очень много в других, то есть я не верю, вот еще раз, да, что можно быть абсолютно счастливым в деятельности forever, потому что, ну здоровый человек у него очень усвоит, циклы, и нормально, что ты приходишь и понимаешь, да, ты как бы забронзовел, замерз, у тебя как бы не получается чего-то, как бы ты исчерпался в этом, в чем-то, то есть такие творческие кризисы, это прямо нормально, поэтому для меня тема прямо вечная, то есть я прямо смотрю, что я на каком-то уровне разобрался, а у меня получается, классно, круто, потом раз, прилетело вот эти 50 процессий, ну как-то нужно с семьей балансировать, да, вот эта вся история. Короче, ты бы ты сам ловишь вот эти моменты дисбаланса, да? да, постоянно в этом вот балансировании, очень много, очень много в этом как бы, ну и боли, и исследования собственного. Я потом, ну у меня история была очень простая, я, как раз в институте коучинга делал исследования с первыми компаниями, мы опросили 57 человек на тему, как вам удалось, вот где были периоды максимально института развития. Меня поразило больше всего как бы то, как они выглядели, потому что я увидел, что люди, которые на пике успеха, очень часто они, ну выгоревшие, пустые, измученные, вот как бы их успех внешний, он не радует, не наполняет, изнутри не как-то не светится. А вы брали в пике у них интервью? Мы брали прям президентов, крупных компаний, не буду их называть, но вот прям, да, очень многие, ну вот прям видно, что человеку объективно нехорошо здесь, он напряженный, зажатый какой-то, да, вот ему его все это явно мучает, у него такая негативная история какая-то есть, вот, и поэтому очень было явно, что при этом есть другие, которые вот то же самое, та же ответственность, тот же уровень, те же все как бы вот, ну, топы в галстуках, как бы, да, вот все это, но оно его не давит, он спокойный, расслабленный, вот как бы, ему все это вообще вот легко, естественно, как-то как у себя вот на кухне, человек так же вот и тут, в общем, да, вот такая штука, и это очень было контрастно для меня, что ну как это, подождите, вот почему, почему кто-то здесь вот, ну так, да, кому-то просто вот там, в управлении 2 человека, как бы он уже все просто, невозможно, там некогда просто поесть, да, у кого-то там большие холдинги, он нормально рулит, и вот, ну все успевает, поэтому, да, тему я очень, я вижу, это здесь статистика, то, знаешь, если мы цифры хотим, то, гэллоп, 87% людей по всему миру не любят свою работу, 87%, а 19% людей ее ненавидят, острая фаза, поэтому тренд, как бы, да, тренд интереса к этой теме есть, то есть там, лет 10, эта тема счастья в деятельности, это было очень странно вообще, что, какое счастье, ну подождите, про что вы говорите, да, сейчас это понятная штука, со сотни книг, это большая история, вот, но мы далеки от того, чтобы решить задачу, то есть так, чтобы работа прям, вот мы кричали в понедельник, что ура, сегодня понедельник, повсеместно, как бы, да, нет, этого не происходит. Ну вот смотри, вот здесь вот, я, как мне кажется, можно выделить, допустим, три фазы, первая фаза этой серии, как мне понять, найти свое, вот этот, поиск предназначения, то есть найти то самое, вот я, например, как понять, что я не в том, и найти то самое, вот, что бы ты здесь дал, какую рекомендацию конкретно, что делать, как понять, как отцифровать себя. Я бы был очень осторожным с понятием предназначения, вот, давай, так, предназначение, такое большое слово, вот, для чего ты сделан, и там, личная миссия, да, давай-ка по большому счету, какой у тебя смысл в твоей деятельности. Я знаю десятки людей, которые ходят по улице и думают, так, подожди, где моя работа мечты? Тут попробую, что-то какие-то там, на работе мечты, там уже будет все шикарно, там я прямо делаю, я там прямо, у меня все шикарно, все здорово, коллеги классные, там клиенты любимые, все хорошо, да, деньги, вот, они приходят в компанию, что-то тут не то, какой-то начальник не такой, как бы, что-то разработан мечты, какая-то такая история, тут как-то мне не очень интересно, да, вот, начинается сравнение реальности с этим идеалом, а любой идеал, это, ну, концепция, он как бы не живой, поэтому вот я больше верю в ниточки, в маленькую ниточку интереса, которую ты берешь и начинаешь тихонечко разматывать, ты не знаешь, это предназначение, не предназначение, просто вот явно, что вот это для меня похоже, что живое, любопытство, интерес, вот как бы, да, вот это вот пояс какой-то, и оно всегда, вот сейчас с тобой сидим, сейчас посмотрите вокруг, есть те объекты в комнате, которые у тебя могут вызвать это чувство, есть то, что тебя может как-то позвать, поманить, что с тобой флиртует, да, вот, и по сути, когда мы работаем с клиентами в этой фазе, мы начинаем прям недельку, недельку-две собирать то, что любопытно, то, что интересно, какие темы, да, которые это пробуждают, люди, а вот, что включает во мне эту, какой-то вот поисковый инстинкт, потом на маленькие шаги делаем потихонечку, вот тихая магия такая, знаешь, не глобальная, вот тихая, как это раздувать, что про это почитать, с кем-то поговорить, потихонечку-потихонечку смотришь, и как бы какая-то уже живая ниточка пошла, какое-то увлечение появилось первое, да, увлечение как бы обрастает какой-то компетенции, уже хочется про это разговаривать, какая-то тема появляется, ты начнешь с ним делиться как-то, прикольно, нефига себе, ты так много знаешь про это, расскажи подробнее, да, ты начнешь рассказывать, приходят другие люди, ты этому рассказывал, расскажи мне, да, ну вот, и из этого постепенно ты как бы набираешь экспертизу, необходимую, чтобы это стало чем-то таким уже вот, ну, прям твердым, плотным, можно было как-то дальше действовать, вот, я в такое верю, и слово предназначение может в этот момент очень нежно, очень хрупко, оно может как бы вот этим пафосом или масштабом несоразмерным, да, оно может закрывать, как бы, потому что, ну, откуда я знаю, вот, да, это ниточка, это что предназначение, да, пока непонятно, там, поживем, увидим, что это. Это получается такой тестированный гипотез, идти за интересом и смотреть, что получится, и в такой философии, в принципе, предназначение, оно может, ты не останавливаешься, ты можешь здесь построить большое здание и пойти дальше с этой ниточкой, построить следующий замок, а потом построить страну, а потом построить империю. Вот если вам интересно про это, посмотрите сказку о снежном шоу Славы Полунина, в часовое видео, где он рассказывает про то, как он, ну, вот, из чего он делает, как он, работая в цирке Дюсселей, понял, что он жить больше не может, вот, для него это тюрьма, у него там заклинило там спину, и прямо телесно, он прямо не смог, он закончил контракт, то есть как бы это предназначение, оно, особенно если за ним идешь, оно может очень резкие повороты делать, даже когда ты уже там что-то, ну, сделал и создал, вот, поэтому за этим импульсом идти, это важно. Подожди, а почему ему, то есть почему ему надо было тогда уйти, потому что ему надо было создать что-то свое? Да, дальше. То есть его так прям вот, хватит, тесно здесь тебе, все? Да, 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 да. Прикольно. Вот. Так, хорошо, а если, вот в деятельности конкретно, вот есть человек, который все, мне нравится, мне интересно, но бывает, вот ты как говоришь, подъемы и спады, подъемы и спады, ритм определенный. Как себе помочь, если есть обязательства, если есть, ну, надо, то есть ты это любишь, но когда вот слишком много надо, возникает вопрос, а надо ли? Ну, надо. Вот как себе помочь, быть в ресурсе, быть в состоянии правильном, чтобы делать любимое дело, но все-таки в том объеме, в котором надо? Ну, смотри, я точно не знаю рецептов, именно потому, что я знаю сотни рецептов. Я просто, знаете, почему я его спрашиваю как конкретно? Потому что я знаю, что Филипп изучал опыт многих стран, десятилетний опыт людей, мастеров, которые, он собирает фишки, короче, он собирает фишки, упражнения, методики. Правильно? Да. Я хочу, чтобы он поделился этими фишками, упражнениями, методиками, когда разной ситуации. Потому и спрашивает. Да. Я как бы такая преамбула, что вот то, во что я верю, что у каждого некий свой путь. И фишки, методики, они должны подбираться под человека. Поэтому вот, как бы я вот в это верю. И знаете, когда я смотрю сейчас на Филиппа, у меня в голове, знаете, так как я проходила одну из его программ, я ему рассказывала про это в самом начале, как будто бы вот сидит он, и у него, знаете, такой невидимый стаквояж, и там куча таких инструментов. Есть яблоко, есть молоток, есть щипцы, есть еще что-то. Знаешь, и там есть тысячи-тысячи всего, и под нужную задачу он может достать и как бы использовать. Я это так вижу. Ну вот, и поэтому я хочу, чтобы ты показал что-нибудь. Яблоко, молоток. Ну вот давай я покажу что-нибудь вот про нашу тему, которую сейчас мы коснулись, про вот как за интересом пойти, например. Есть такая очень крутая штука, прям вот практическая вещь. Вот прям ты садишься на попу, берешь листочек и выписываешь 25 вещей, которые тебе в целом любопытны. Вот какие-то темы, которые, ну ты мог бы об этом поговорить с кем-то там за обедом, да, ты хотел бы про это посмотреть какое-то вот, может быть, кино, вот прям выписываешь 25. Потом ты выделяешь из них самые-самые горячие, 3-5 самых горячих, и смотришь, как они пересекаются, в чем их пересечение, что общего. Вот, допустим, я вот, ну, люблю, не знаю, кататься на горном велосипеде, гонять на байке, да, и при этом, не знаю, я там люблю классическую музыку, например. Вот такие могут быть какие-то темы, да, вот. И в чем для меня там, и третье, я там, не знаю, я прям реально просто люблю с друзьями отвиснуть, как бы по-хорошему, и вот прям хорошая, теплая беседа. Какое-то, может быть, что-то, может быть, общего. Давай посмотрим, да. Ну, какое-то явно там, у человека есть драйв, он такой, вот, ну, ему важно, чтобы это было на пределе, если это байк, да, я люблю контекст, а есть большой вызов, да. Логическая музыка, это такое чуть-чутье, внимательность, тонкость, нюансы, вот такая чувствительность высокая, то есть, еще еще вызов, да, и чувствительность прикольно, при этом теплый человек, как бы так, ну, сердце большое, да, вот где нужно, да, где нужно и вызов, и чувствительность, и тепло, что это за сфера, да, может быть, такая. Если ты в себе это накапываешь, для тебя будет какой-то свой ответ, да, вот, поскольку я из себя сейчас достаю, то для меня понятно где, как бы, коучинг, понятно, там все это есть, да, там, страцессии, поэтому это не просто вот психология, это какие-то вещи с там, серьезными, сложными кейсами, можно выкопать вот эту вот зону, куда можно дальше пойти, а дальше очень простая штука, возьмите и по 20 минут в день почитывайте что-то в эту тему, в течение месяца, 20 минут в день, это набирается экспертиза, набираются фишки, набираются какие-то разные взгляды, ты как бы уже немножко в теме разбираешься, следующий шаг, возьмите и найдите сообщество по этой теме, какой-то форум, блог, что-то еще, да, и начните общаться там, если вы месяц про это читали, вы уже интересный собеседник, да, а дальше, как бы, как создается хип-хоп, он создается в банде хип-хоперов, там, где танцуют, тусуются, там возникает общение, там есть те, у кого поучиться, они подсказывают какие-то новые фишки, и постепенно это вырастает в то, что у тебя есть понимание, вот как бы, что тебе интересно, дальше вопрос такой, а где большие, потребности мира, предпринимательское мышление, которые, вот, ну, таким способом можно удовлетворять, то есть, где мир плачет и хочет вот такого, да, и ты часто можешь найти, потому что люди обращаются, когда ты уже в этом, как бы, созрел, ты можешь посмотреть, как бы, какую мировую проблему, боль, потребность людей, да, эта твоя страсть может лечить, и вот на стыке находится смысл, потому что смысл по Аристотелю, это пересечение твоих талантов, да, и способности, и потребности мира, вот фактически, это такой можно сделать у себя курс, который, ну, позволит вот нащупать то, что же меня заводит, и это не я придумал, это придумал Стивен Котлер, это один из лучших экспертов в мире по состоянию потока, вот этой полной включенности в деятельности, о которой мы говорим, счастье в деятельности, и который, у него проект Flow Genome Project, он занимается прямо нейрофизиологией этих состояний, вот это как бы его такой алгоритм. Кстати, сейчас вот эта тема, быть в потоке, я в потоке, войти в поток, не выбивай меня из потока, это сейчас очень такая, прям на слуху эта тема. Во-первых, я вчера провозил про это, открытый мастер-класс, вот мы сейчас в программе, что сделали, мы весь контент выкладываем в общий доступ, MIT может, Гарвард может, как будто почему мы не можем, в общий доступ, поэтому, если там интересно, мы можем просто там, тем, кто нас смотрит, отдать, и там есть как раз полтора часа с презентацией подготовленных, четких инструментов, практик, про это вам туда. Так, друзья, поэтому я не буду сейчас спрашивать про все вот эти фишки, про поток, мы возьмем эту запись и все слушатели смогут получить эту запись у нас на телеграм-канале, где будет анонс этого подкаста. Окей? Хорошо, открытое можно. Да, 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 так что все, мы пришлем, не переживайте. Но! Да, а к своему вопросу, который ты задаешь, что делать, когда человек, вот там, есть кто терять, куда семья, вот вся эта история, ну, какие-то надо ходить на работу, да? Сейчас будет один, потом будет второй. Вот один ответ, что очень часто ты сидишь и гниешь, и тухнешь, потому что у тебя в голове вот ограничения, тебе кажется, сейчас нужно будет бросить все, уйти в темную ночь, потерять стабильность. Ты начни интересоваться, начни что-нибудь новенькое, прикольное копать, сделай side project, ты свою жизнь прямо сейчас оживи, наполни себя этой энергией, интереса и кайфа, у тебя по-другому будет на свою текущую работу взгляд. Сайт project, это просто начни что-то новое развивать, я перевожу. Новый проект, новый проект, на стороне, на поребрике, на тротуаре. Вот, не надо никуда уходить, нужно, ну, как бы, начать заниматься тем, что, спирает, и для этого возможность всегда есть. Вот я в это верю. Ну, кстати, как у детей, вот у меня двое сыновей, и как-то они тестируют спорт. Это же нет, ты отдаешь ребенку, допустим, на фигурное катание, ты не ждешь, что он станет суперфигуристом. Ну, пойдет, понравится, продолжим, нет, так нет. Не зашло, гитара. Ну, понимаешь, да, и к этому относится, как-то нормально, потому что ты сам занимался двадцатью видами спорта, и в итоге нашел что-то для себя. А когда ты вырастаешь, ты такой, тут... Гарантии нужны. Да, да, да. Через десять лет все там будет хорошо. Да, 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 да. Вот, поэтому тут так, да, мне не нравится, я в предпринимательстве называю тест гипотезы. Ну, друзья, я бы еще от себя, знаете, что добавила? Пока тестируешь гипотезу, делаешь сайт project, все-таки внедряйте это в контент, рассказывайте историю про это, потому что быть, создавать бренд, это в том числе рассказать историю, и ваши интересы, которые вы в том числе показываете вашей аудитории, просто рубрика дополнительная, которая появляется, просто как лейтмотив, понимаешь? Да. То есть, и тогда вы можете найти отклик среди тех даже немногочисленных подписчиков, которые у вас есть, и вы увидите, что вы не один такой. Вот, знаешь, как бывает, я начала рисовать картины, и вдруг оказалось, что среди моих подписчиков есть люди, которые тоже рисуют, и мне даже написали, а сколько это стоит, можно я куплю вашу картину, то есть, понимаешь? То есть, и ты такой, надо же, а я тут молю, что-то непонятное, а тут, во-первых, поддержка это классно, есть люди, которые это делают, и даже те, кто хотят купить, и ты такой, ой, прикольненько, но я сейчас сделаю другое. Хорошо, а вот у меня происходит твой вопрос, вот ты говоришь, 50 стратегических сессий в год, да, ну неужели ты на каждую приходишь в состоянии стопроцентного ресурса, не бывает у тебя такого, что ты с семьей, в любви, в какой-то другой ситуации, и вот на самом деле, в особенном мире, и вот, а тебе нужно тебя ждать в суперкомпании, на суперстратсессию, и ты понимаешь, что надо, но сейчас ты не супермен, такого не бывает у тебя никогда? Прозвучит нереалистично, но нет, потому что мне бывает больно уезжать из семьи, но я как бы как же свою жизнь организовал, я примерно там дней 12-15 в месяц я работаю вот в троцессиях, и дней там 15-18 в месяц я дома с семьей, и там как бы я встаю рано в 5 утра, и до 10-11 у меня такое рабочее время, там какой-то спорт, пробежка, и какие-то скайпы первые, и такое спокойное чтение, потом я выделяю кусок времени прям большой, там вот, ну до 3-4 с семьей, потом какие-то еще могут быть скайпы, там вот во второй половине дня, поэтому я довольно много присутствую, да, и при этом вот это быть папой, у меня дочки до 2,5 года, 2,8, это самое, наверное, вот такое, ну в моей жизни и большие уроки, и непростое, и там много очень для меня всего в этом, да, процессе такого нового, и сейчас это актуальная для меня тема, понимаешь, стратсессии, это как, ну вот некоторые консультанты после стратсессии, двухдневной, когда они, в том числе, и они поглощения, там люди хотят друг друга убить, и поиграть в игру, убей тренера, ну как бы там же, как бы реально там решаются сложные вопросы, там, не знаю, компания там сокращается, там, там, втрое бизнес, там, да, было там 3 тысячи, будет там 1000 человек, вот это же очень напряженная ситуация бывает, да, наоборот, какие-то там темы с инвестициями большими куда-нибудь, там собираются мужики серьезные, у которых есть что делить, в том числе вторичные интересы, в том числе политика, и там самое выгодное, это поиграть в убить тренера, потому что, ну как бы, какой-то странный пришел, что-то не то говорил, поэтому не договорились. А, то есть если что? Слить консультанта, это называется, прям эта история, вот, и поэтому вот ты туда входишь, в это пространство, и там, конечно, нужна полная включенность, как бы, там это не, там не заскучаешь точно, и вот люди после этих вещей могут отходить, там, вот ты сделал такую сессию, и там пару-тройку дней отдыхают, вот, я могу делать серийно, там, там, две недели подряд работать, и мне прям хорошо, потому что я не теряю энергию в этом, я не на себе не таскаю людей, да, я, вот, умею быть в этом самом потоке, о котором мы говорим, соединяясь с этим, как бы пропуская все через себя, но не как бы не сопротивляясь, поэтому... А твоя какая роль, помочь им увидеть что-то, ресурсы какие-то увидеть, не пропустить что-то важное, а как это, вот, они разговаривают, а ты вклиниваешь, что ли, даже мне просто любопытно, изнутри как это происходит, то есть они разговаривают, да? Да, это серьезная подготовка, то есть мы сосадимся с первым лицом сначала, как бы, такой общий контур, продумываем вообще, что хочешь сделать, там, какое-то выбрать направление развития компании, или там, найти, в принципе, какие-то возможности, куда можно пойти, или посмотреть в долгую, на этом, 10 лет вперед, картинку из разных отраслей, которые могут быть там, отраслями прорыва для компании, или какой-то рестатуризация может быть, такой первый разговор, там, да, может быть, 2-3, когда мы план прям просматриваем, потом мы берем глубокие интервью у топ-менеджеров, у всех, у участников сессии, с целью сделать так, чтобы эта сессия была их сессией, они говорят, нам важно в компании вот это, как бы, надо их раскрыть, из этого делается сценарий, достаточно такой подробный, да, и дальше он живет первые полдня, ну, из двух дней, потому что ты входишь, какие-то дополнительные факторы выясняются, и по сути там, как это происходит, там есть фасилитация, то есть есть, как бы, комната, есть материалы, есть презентации, есть напечатанные точки данных, это такой структурированный диалог по теме, стратегии, который позволяет, как бы, с одной стороны, на уровне просто понимания, договориться всем нормально, с другой стороны, на уровне принятия, действительно, там, поверить в то, в чем мы договорились, и действительно так и чувствовать, это вот такой, мне говорят часто, Филипп, только вот не надо, фасилитации не надо, давайте просто по-человечески поговорим, вот надо, с ребятами нужно договориться. Вот такая история. Фасилитации не надо. Вот этих умных слов. Дайте нам нормально поговорить. Причём бывает сложно, когда накопленные обиды, вот такое, знаешь, уже многолетние, и небезопасно, нужно как бы открываться, показывать какие-то слабые зоны. Вот в этом помощь. И, конечно, это сложно и не получается, и есть кейсы неуспешные. Но как-то я вот внутри этого, мне очень кайфово и интересно. А тебя здесь тоже, получается, из рук в руки передают, да? Здесь в основном рекомендациях всё работает. Вряд ли можно сделать лендинг. Я отфасилитирую, короче, проведу сессию фасилитации для слияния и поглощения вашей компании. Лендинг и директ. Я правильно понимаю? Но в контент это никак нельзя выводить. То есть ты можешь говорить, что да, я это делаю, но по сути рассказывать историю про это нельзя. Слушай, я не могу называть компании. Ну, тоже есть там открытое тоже видео на Ютубе есть, где я прямо рассказываю, как мы это делаем. Два часа, там у него какое-то хорошее количество просмотров, и я знаю, что прямо на нем люди учатся. Поэтому я рассказываю о том, что я это делаю, я на конференциях выступаю, провожу такие открытые мероприятия для обучения первых лиц, как им это делать не в глобальных статсессиях, а вот в более таких форматах совещания, как быть таким фасилитирующим лидером. Вот эта тема такая тоже большая, ну вот в той реальности, где я там варюсь. Вот как мочь с командой организовывать глубокие, искренние, настоящие разговоры, когда люди, с одной стороны, тебя слышат, твой виктор понимают, да, чувствуют, чем ты дышишь. С другой стороны, как бы они включаются и свое вносят. Как это соединять? Вот такая тема. Хорошо. Другая тема совсем. Фраза есть «стеклянный потолок». У тебя в жизни были стеклянные потолки? Да, я тебе рассказал про один. Это тот, который, когда ты перешел в новую сферу, ну вот в коучинг. А если мы говорим про внутри профессии, не тогда, когда тебя выталкивают в новую реальность, а именно, ну вот, я приведу пример. Часто бывает такой запрос, когда человек делает бизнес, он приходит к какому-то, вот вроде бы и так делаем, и так делаем, и так делаем, и так делаем. И хотим вырасти, но не растем. Вот у тебя бывают такие запросы, вот клиенты приходят с такими запросами, плохо ему, потому что не вырос, ну не растет. Хочет масштаба, хочет отдать и не может. Ну вот что делать в такой ситуации? Что вот поможет помочь? На что обратить внимание? Я думаю так, что масштаб бизнеса соответствует масштабу личности. То есть, если у тебя пространство внутреннее большое, и в тебя помещается эта сложность, у тебя получается. Если как бы ты маленький, но у тебя есть хотелка, то тебе не взять. Тебе кажется, что ты очень умный, ты очень классный, все у тебя есть, но оно пока не влезает в тебя. Вот это самое, один клиент говорит, что у меня чувство, Филипп, навалилось, задача в личность не помещается. Это история. Ну, хорошо, хоть он понял про себя, что это так, а есть люди, которые этого не понимают. Ну вот и что делать? Смотреть глубоко в те зоны, где есть напряжение, боль, страхи, сомнения, вот в темную тень смотреть. Во всех сферах жизни. Вот, как правило, если не получается в бизнесе, то там это может быть активно, да? Может быть, похожие там паттерны или похожие затыки есть там в отношениях тоже, да? Вот. И я считаю, что вообще работа, ну, одна из таких базовых условий успеха долгосрочного в бизнесе, когда ты переизобретаешь себя. А это отдельная тема, потому что сейчас такая скорость изменения на рынках, мы сегодня в Сколково были, там вообще Лена Бондаренко. Она говорит, что вот раньше можно было найти свою модель. 15 лет она работает, сейчас 3. Поэтому сейчас фактически многие собственники компании, они попадают в другую совершенно игру. Они играли в шахматы, а нужно в хоккей. Ну, такая штука, да? И потому что ты перестал быть просто бизнесменом, который работает на стабильном рынке, ты тот, кто постоянно должен трансформировать себя и компанию. Поэтому тут нюх на то, где я затычка для своего там бизнеса в бочке, где я стеклянный потолок, какие мои стратегии не работают, постоянная рефлексия про это, постоянный запрос обратной связи у своих коллег, у партнеров, как бы, а чем я вам мешаю, что не получается, что не так, что могу улучшить. Это очень контринтуитивно, потому что сейчас привычка какая? Я главный, я понимаю, я знаю, все построились и погнали. И так работал 20 лет. Это вот получалось, да? А другие правила игры. Извините, каток залит, вот в хоккей, пожалуйста, с фигурами стои, с шахматами. Что делать, непонятно. В общем, получается, просить обратную связь от мира. Дам тебе три практики. Я знаю, что ты хочешь инструментов. Это хорошо, потому что действительно, так вот, ну, не абстрактно, а конкретно. Вот был такой Барретт Браун, и есть коллега, он исследует руководителей межстрановых проектов. Те, кто там, суетский канал прорыть, грубо говоря, вот такая история, когда там политика разной страны, три практики развития, которые они используют. Три простые штуки. Первая. Они все ежедневно медитируют. У всех какая-то своя практика осознанности есть. Успокоиться, подышать, замедлиться, остановиться и спокойно вот о важном, о главном вот в пустоте побыть. Такая порождающая пустота. Все как бы приходит из нее. Вторая штука. Они все ведут дневники. У всех некая практика письменной рефлексии, когда ты продумываешь события, выкладываешь на бумагу, сам смотришь со стороны. И третья. У них у всех есть личный ментор, коуч, наставник, кто-то сравнимый по масштабу, с кем можно раз в две недели полностью вот прям пересобраться, вот все это, что у тебя накопилось там, да, вывалить, разложить по кучкам, посмотреть, где есть, где что. В частности, где вот то, что мешает, то, что сбоит, как бы, да, и картинку вот пересобрать. Можно ли для этого? Можно. Но это как, есть ли чемпионы мира по боксу без тренеров профессиональных? Ну, я вообще не знаю чемпионов без тренеров. Ну, вот Майк Тайсон тренера отправил, там у него была сложная ситуация, стал проигрывать. Но по факту для многих людей получается ты являешься таким тренером, да? Вот твоя работа, или ты только в критике, только ты из штопора позволяешь выйти, или есть люди, которых ты ведешь годами, вот, как вот ты сказала, раз в две недели, будучи коучем, да? Нет? А коучинг, это, как правило, не годами, это, как правило, 6, 8, 10 сессий, может быть, год. Это, как правило, работа, либо такой кейс хорошего к великому, когда такой кризис роста или задача роста есть, да? Не обязательно такая, как это, ну, провал или яма. Часто бывает, что вот реально, вот это все, как это сделать, такая история, да? Вот. Но все-таки это бывает такое, что люди как бы возвращаются через 2-3 года, но когда ты все-таки ты можешь какой-то эпизод жизни прожить, его разрулить, пройти, и дальше человек двигается сам. Вот такое. Слушай, а еще возвращаясь к теме масштаба, тут же тоже близкая тема, а вот если человек, даже не стеклянный потолок, он понимает, что, вот знаешь, вот есть люди, у которых вот что-то легко получается, они что-то схватывают, что-то понимают, что-то видят, например, видение, но при этом в реальность не могут это провести. Вот ты сказала, я беру и провожу, да? А вот если человек, например, не проводит, то вот что можно, вот я просто встречаю в практике людей, у которых есть, так сказать, и идеи какие-то, и видения, и они опережают тренды в понимании, что будет актуально, но при этом не заземляют это. Что бы здесь ты рекомендовал? Ну, сказать, заземлять будет как бы странно, и как-то миссер очевидность, но я такие кейсы знаю, у меня такое есть своя версия. Очень часто такие люди разделяют вот нечто возвышенное и глобальное, и красивое, вот такое идеальное, и как бы жизнь. И вот эта обыденность, такое слово там, как бы, да, это какие-то мелочи. Вот я обычно работаю в направлении, как рассмотреть красоту и кайф, и прикол вот в этих маленьких делах. потому что делать через надо не будешь, да, а вот понимать, что, есть такое понятие лидерский пузырь, когда лидер улетел высоко в космос, как бы, оторвался вообще, в принципе, от того, как бы, ну, от реальности, и его стратегии не имеют ценности, потому что они не привязаны к жизни. Поэтому Суворов, он вот как бы из одного котла с водатой салатами ел. Поэтому, по сути, очень часто мы прямо такую гембу делаем, когда люди как бы ходят прямо вот побыть там кассиром у себя там, в компании, прям с клиентами пообщаться, то есть как-то вот через пальчики пропустить прямо, да, вот свои идеи, на практике их прожить. И, конечно, человек может не стать операционным директором после этого, который будет управлять компанией, потому что, ну, это не его сильная сторона, но он как бы начинает быть визионером с такой вот, ну, визионером с практикой тонкого чувствования деталей и конкретики жизни. Вот такое. Вот. Вот то, что сейчас приходит в общем по этой теме. Часто бывают страхи какие-то есть, то, что мешает. Потому что прикольно быть чуваком с мечтой. Я чувак с мечтой, я там живу где-то там, да, но мне ничего делать не нужно, и я уже как бы, мне уже хорошо, я уже молодец. А потому что в реальности нужно будет что-то делать, двигаться, и там масса вопросов, проблем, и часто там просто страхи есть, которые человек не смотрит в них, и поэтому очень много мечтает, а в ремнице идет. Я поняла, чтобы не сталкиваться с этой темой, но это получается то, что говорил ты раньше, это посмотреть самое темное свое и, кстати, все-таки разобраться, туда направить свет. Есть такая практика, о нашем языке практик говорим. Есть такой подход Джозефа Кэмпбелла в путешествие героя, и там вот есть такой этап путешествия, когда это порог, когда ты должен пойти и начать прямо делать, ты должен как бы инвестировать, вот реальный шаг сделать, через порог и пойти за своей мечтой, инвестировать в нее время, деньги, вложиться в нее. Когда человек откладывает, то мы говорим, что есть привратник перед порогом, это страх, есть формула, прямо формула работать с привратником. Если ты понимаешь, что тебе хочется, но ты почему-то не идешь, формула такая, а ты смотришь в глаза привратнику, своему страху, говоришь, я тебя вижу, в первой части, второе, я иду. Что значит, я тебя вижу? Ты выписываешь прямо на бумаге все, чего у меня может быть, какие могут быть опасения. Я боюсь вот этого, может быть, сомневаюсь в этом, значит ли я хороший, получится ли у меня, а вот что с семьей, а где деньги? Ну вот прям полный-полный список всех страхов, вот до конца, прям до мельчайших, потому что сложнее всего смелым людям, потому что я же смелый, я ничего не боюсь, а поэтому страхи все как бы так, они так на грани зоне видимости находятся. Ты их выписываешь и потом переводишь в цели и задачи. Смотришь на список, говоришь так, сомневаюсь, как бы, что в этом есть деньги. Да. Супер, проработать бизнес-модель, посмотреть как бы экономику, да, а переживаю, например, найти кейсы людей, которые в этом зарабатывают. Да. Спросить как? Переживаю, что я не экспертен. Ну, блин. Дотяни. Дотяни, экспертизу почитай. У кого обучишь этого, да. Да, это история. Перевод в такой прагматичный как раз вот земное. Получается, это переходит в эти страхи, переходит в список туду. Да. Ты как бы их делаешь, вот у тебя, пожалуйста, чек-лист из 30 пунктов, ты пошел по пунктам, перешел через привратника, да? Да. По сути, это алгоритм, делая это, ты перешагиваешь. Да. Очень круто. Клево. Благодарю тебя. И в завершение интервью я хочу резюмировать темой личного бренда. У тебя часто звучит про роль личности вообще в компании, про то, как это, то есть ты не используешь словосочетание личный бренд, я не встречала, чтобы ты об этом прям откровенно говорил, но при этом про то, что личность рулит, у тебя это есть. Чтобы, вот в принципе, если человек понимает, что он хочет через свою личность добавить ценность в бизнес, сделать входящий трафик, реализовать какую-то свою миссию, дать что-то в мир, что бы ты в принципе рекомендовал с точки зрения вот своих методик, знаний, как ему проще это сделать, вот стать брендом в своей нише. Не равно там на весь мир популярный, я не про популярность, я говорю скорее про влияние, про наследие, про донести ценность того, что ты делаешь до мира, вот такие задачи. Как я понимаю, расскажу, формула такая, давать больше, чем брать. То есть, когда, я в себе такое вижу, это темная сторона такая, когда ты рассказываешь что-то, и вроде бы ты делишься, но на самом деле твоя мотивация в том, чтобы понравиться, в том, чтобы тебя залайкали, в том, чтобы купили твой продукт, в том, чтобы просто вот, ну как-то тебя поддержали, увидели, да, или чтобы потом там вот что-то случилось. Получается, что в этом моменте, непосредственно вот сейчас, если ты из этой мотивации действуешь, ты как бы не даешь людям что-то, а ты у них берешь. Это чувствуется, что мы тут пришли для того, чтобы ты мог покрасоваться, и мы тебе поставили лайк, что нам ты нравишься. Это сразу же считывается. Поэтому вот для меня история с личным брендом, что такое бренд для меня, как бы, это представление людей о ком-то или о чем-то, это у них в головах живет, да, в поле. Что я могу для этого сделать? Я могу максимально, ну, то, что я люблю и хочу, и мне нравится делать, максимально искренне отдавать. Вот такое. И я в себе, ну, я прям, я точно совершенно в этом не Копенгаген. Я, мне такая прямо даже, мне жена говорит, что у тебя, Филипп, Филипп, когда ты маркетолог, это прям больно, как бы, да, как только у меня включается какая-то история про то, что вот это что-то про маркетинг, я вот в этом очень слабый и не талантливый человек. Поэтому я, к сожалению или к счастью, могу только как-то вот, ну, естественным путем, когда у меня отключается вся эта вот какая-то тема, что сейчас что-то я тут хочу продать, да, просто вот, ну, с ребятами можно чем-то поделиться, вот такое. Благодарю тебя. Друзья, у нас традиционно есть для вас подарок, специальный подарок от Филиппа, это я сейчас расскажу, что нужно сделать, а Филипп расскажет, что это такое. И возможно, кто-то из вас сейчас познакомится с новым инструментом для себя. Итак, вам нужно лайкнуть это видео, которое вы сейчас смотрите, и под этим видео написать ваш главный инсайт, вот ключевая мысль, которую вы для себя вынесли, что у вас отозвалось, что для вас наиболее интересно. А через неделю после выхода интервью, через рандомайзинг мы выберем победителя, который получит... Это творческие карты. Это такая штука, вот мы с ней очень много работаем и в стратегических сессиях, и в личной работе. Такой набор карт, где есть картинки разные, и их можно использовать для того, чтобы включить в работу над разными задачами правое полушарие. То есть через образы можно глубже понять какие-то свои таланты, свои задачи, потребности. можно действительно формулировать ответы на вопросы, которые из логики не берутся. У нас есть как бы сам набор карт и инструкции к ним. Можно будет все посмотреть и с ними поработать. У меня лично есть опыт работать с метафорическими картами. Действительно, знаете, инструмент шагнуть немножко за грань вот того объема, где ты сейчас находишься. Потому что ты видишь карту, у тебя побежала мысль какая-то, и ты такой, опа, и иногда пазл сходится. По крайней мере, у меня так это было. Хотя у меня, собственно, колоды нет, поэтому, слушайте, я традиционно буду тоже участвовать. У меня все подарки такие классные даю, что я везде участвую. Что-нибудь выигрываю? Да нет. Ничего не выиграю, потом все покупаю. Я не участвую, у вас больше шансов на то, что мы нашли время и за ту программу, которую ты создал и которую несколько лет назад я проходила. Супер, спасибо.